Уртелиальный рак Уртелиальный рак верхних мочевых путей на момент установления диагноза представлен инвазивными формами. Европейская социология подразделяет уртелиальный рак верхних мочевых путей на группу низкого риска и высокого риска. Также существует стратификация как предоперационная, так и послеоперационная. В данном работе было показано на базе 3387 пациентов, что раковоспецифическая выживаемость у этих пациентов 5-летняя составляет 75%. Естественно, что в зависимости от поражения лимфатических узлов размера опухоли и грейда опухоли меняется выживаемость. И даже в данной работе показано, что выживаемость незначительно может меняться у пациентов в группе Т1 между раком лоханки и раком мочеточника. Существуют шаблоны выполнения лимфоденоктомии и рекомендуется выполнять лимфоденоктомию у пациентов с инвазивными формами рака. Так же, как и выполнение адювантной химиотерапии у пациентов с инвазивными формами рака верхних мочевых путей. В нашей работе за 10 лет с 2009-2019 год было проанализировано 134 человека. 58% это мужчины, 41% это женщины, медиана возраста 65 лет, индекс комробидности медиана 5 баллов. При этом курение составило всего 29% пациентов, не курило 53% пациентов и неизвестно 17% пациентов. Рак лоханки 52% случаев, рак мочеточника 40% случаев, одиночное солитарное поражение это 84% пациентов. ТА категория это всего 2% случаев, самая распространенная это категория Т2 и Т3, 23 и 38%. Поражение фактических узлов всего 17% случаев. И первично множественный рак был выявлен в 21% случаев, в 29 человек. Это рак толстой кишки 8 человек, рак предстательной железы 7 человек, рак эндометрия, рак легкого 3 человека, лифогринолематоз и рак молочной железы, поджелудочной железы, почки, плевры по одному случаю. Так же встречался полипоз толстой кишки. Мышечно-инвазивный процесс это 66% случаев, как собственно и говорят мировые данные. Группа высокого риска это 71% пациентов, поражение фактических узлов 17%. Радикальная нефротеректомия это 97% случаев, всего 4 человека от органосохраняющей операции. Лимфоденоктомия выполнялась в 22% случаев. И химиотерапия, здесь адювантная, всего 18 человек, а в целом химиотерапия выполнялась в 26% случаев по общеизвестным схемам. Вторая линия была представлена в виде трансфертральной резекции, радикальной цистоктомии у 7 человек, химиотерапии, химиолочевого лечения. И вот данные выживаемости. Медианы времени наблюдения состоялось в 45 месяцев, общая выживаемость 68%, пятилетняя выживаемость без прогрессии 79%, пятилетняя раково-специфическая выживаемость 76%, данные сходятся с общемировыми, пятилетняя безрецидивная выживаемость без какого-либо рецидива это 59%, 5-летняя общая выживаемость в группе высокого риска, она статистически значимо отличается от группе низкого риска, и пятилетняя раково-специфическая выживаемость в группе высокого риска составила 70% против 96% в группе низкого риска. 5-летняя общая выживаемость в группе мышечно-инвазивного процесса 61% против 80%, беспрогрессивная выживаемость 71% против 92%. 5-летняя раково-специфическая выживаемость в группе поражения лимфатических узлов, как вы видите, всего 37% против 84% в группе, где лимфатические узлы были не поражены. Так же, как и неблагоприятная гистология, Грейт 3, 52% против 86% в группе с более благоприятной гистологией. Раково-специфическая выживаемость в зависимости от локализации и в зависимости от курения никак не отличалась. Выживаемость пациентов, кто получил химиотерапию, конечно же, была ниже значительно в связи с более продвинутыми стадиями. Пятилетняя раково-специфическая выживаемость в группе химиотерапии составила 41% против 88%, кто ее не получал. Всего 14% пациентов с категории Т3-4,0,0 получили одевантную химиотерапию, при этом 75% с категории Н+, получили одевантную химиотерапию. Лимфоденоктомия при категории Т2-0,0 выполнялась всего в 11% случаев, при категории Т3-0,0 в 21% случаев, при категории Н+, в 75% случаев. И наличие выполненной лимфоденоктомии также ухудшало прогноз пациентов. Рецидив в мочевом пузыре, это имеется в виду поверхностный рецидив при мониторинге пациентов, всего в 23% случаев, 17% пациентов. На 29-м месяце возникал медиан возникновение рецидива 29 месяцев. И вот вы видите, что группа мышечно-инвазивного процесса, это 88 человек, всего 10 человек имели не мышечно-инвазивный рецидив. И в группе не мышечно-инвазивного процесса из 43 человек, 13 человек, то есть когорта была в 2 раза меньше, при этом пациентов выявлено с поверхностным рецидивом больше. И были сделаны выводы, что G3 снижает шанс развития не мышечно-инвазивного рецидива, мышечно-инвазивный характер процесса снижает шанс развития не мышечно-инвазивного рецидива. И наоборот, более благоприятная гистология и более поверхностные формы повышают шанс развития не мышечно-инвазивного рецидива в мочевом пузыре. Первичный множественный рак никак не влиял на выживаемость, в зависимости от того, был он или нет. При этом мультифахальный характер поражения, когда несколько фокусов первичного поражения имелось в верхних мочевых путях, то есть талаханка и мочеточник, при этом повышали шанс иметь первично-множественный рак. При этом изолированное поражение мочеточника повышало шанс иметь первично-множественный рак также. И наличие первично-множественного рака снижало шанс поражения лимфатических узлов. Вот такие вот выводы мы увидели. И хотелось бы сказать, что на, собственно, выживаемость, на все виды выживаемости влиял индекс КМС Чарсона, мышечная инвазия, поражение инфоузлов, неблагоприятная гистология, позитивный хирургический край, группа высокого риска. Но на безрецидивную выживаемость, как вы видите, не влияло наличие мышечной инвазии и группа высокого риска. Это выживаемость без какого-либо рецидива. Хотел бы сделать выводы, что у пациентов с ротелиальным раком верхних мочевых путей потенциально необходимо тестировать на синдром Ленча. Необходимо продолжить изучение зависимости характера и локализации поражения верхних мочевых путей и влияния на наличие выявлено первичного множественного рака. Категории, продвинутые, необходимое выполнение как лимфоденоктомии, так и одевантной химиотерапии. Ну и необходим поиск молекулярно-кинетических предикторов, и молекулярно-кинетическая классификация нам поможет отобрать более агрессивные формы и более агрессивно лечить этих пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Да, очень интересное исследование, но у меня возник вопрос такой. Рак лоханки и мочетучника очень агрессивные злокачественные опухоли. Почему вы этим пациентам не выполняете лимфодисекцию? Спасибо за вопрос. Дело в том, что исследование, оно с 2009 года, да, не во всех случаях мы выполняли лимфоденоктомию. Сейчас мы уже перешли к тому, что мы при всех инвазивных формах определяемо клинически выполняем лимфоденоктомию. Но это, так скажем, есть недочет в нашей тактике исходной. Собственно, мы и показали, что это не обязательно необходимо выполнять. И тогда у меня не вопрос, а пожелание. Все-таки конкурс молодых ученых – это место, где молодые ученые учатся. И у меня как от опытного ученого совет. Очень аккуратно делайте выводы. Ваши выводы, что лимфодисекция и проведение химиотерапии ухудшают онкологические результаты, меня убивает на повал сразу. Да, но здесь такая ситуация, что лимфоденоктомия, она, конечно, выполнялась уже у пациентов, у кого были поражены лимфатические вызовы. Замечательно, но не надо делать вывод, что лимфодисекция ухудшает онкологический результат. Выводы должны быть правильно сформулированы. Спасибо за замечание. Спасибо, еще вопрос. Извините, Вас очень плохо. В каких случаях были органосохраняющие операции у Вас там? Органосохраняющие – это в основном нижняя треть мочеточника. И в одном случае это была средняя треть у молодого человека. И были ли после этого рецидивы? Рецидивы были после этого? Рецидивы. Здесь только в мочевом пузыре поверхностный рецидив. А в одном случае. Спасибо. Спасибо за хороший доклад. Вопрос, может быть, даже это не вопрос, а дискуссия. Вот Вы называете рецидив в мочевом пузыре как рецидив. А на самом деле, может, это самостоятельная опухоль мочевого пузыря? Да, возможно, что это необязательные глотационные рецидивы. Это возможно появление первичного множества рака. Но имелось в виду, что это пациенты, у кого при динамическом наблюдении, при выполнении динамических контрольных цистоскопий были выявлены, как правило, поверхностные рецидивы. И, собственно, они поэтому были так определены в такую когорту. Уважаемые коллеги, еще есть вопрос при онлайн-трансляции. Проводилась ли пациентам неодювантная терапия? Были такие были? Неодювантные химиотерапии проводились в трех случаях всего. Если позволите, я вот в отношении комментариев, которые вам сказали, в отношении влияния химиотерапии. Мне кажется, что вы оценивали в своем исследовании, вероятно, несопоставимые группы. Потому что мне, судя по графикам, что я видел, вы, наверное, проанализировали группу пациентов со стадией Т3, которые получили химиотерапию, с пациентами, которые не получали химиотерапию, но у них не было необходимости в ней. Поэтому, наверное, вам нужно взять отдельно группу пациентов со стадией Т3, кто получил химиотерапию и не получил, и их проанализировать. И, конечно, не делать такие выводы. Но это пожелание. Спасибо. Спасибо вам. Еще один вопрос из-за опроса. Спасибо большое за доклад, за глубокий анализ. Скажите, пожалуйста, выполняете ли вы рутинно уротероскопии и биопсии этим пациентам, у которых появляется опухоль в верхних мочеводящих путей? Спасибо за вопрос. Уротероскопию мы пациентов выполняем. Когда у нас есть сомнения в том, что это может оказаться неуротелиальный рак в верхних мочеводящих путей, если мы цитологически верифицируем пациента и мы видим на КТ явную картину, мы верификацию и рутина не выполняем. То есть либо гистология есть, либо цитология, да? То есть на данные КТ только вы не ориентируетесь? Да, цитология обязательно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.